Можно зайти в любой магазин, в супермаркет, можно взять бутылку импортного вина и посмотреть, что там нанесено, что там написано. То, что там отсутствует та информация, которая по нашему законодательству требуется для наших товаропроизводителей, об этом никто не говорит, не упоминает. Но это уже не рыночные отношения, это уже не одинаковые отношения на рынке. Не говоря уже о других, так сказать, то, что сегодня мы упоминали, условиях чисто финансовых, налоговых. Если там, где в мире практически не только нулевые ставки, как на пищевой продукт, например, на сухие шампанское вина, а у нас акцизный налог уведен, то какие-то равные условия, если, понимаете, мы дополнительные, не только в виде акцизов платим налоги, а еще и в виде платы за лицензию, там, где в мире ни копейки не платят за лицензию, а у нас платят что? За каждую лицензию 500 тысяч. Вдумайтесь. И причем, понимаете, если есть закон, например, то, что сегодня мы упоминали, сказали о коньячном производстве, есть закон, да, который позволяет вырабатывать коньячную продукцию, то есть коньяки. В это понятие входит полный цикл производства коньяка. Но почему-то лицензии надо платить не одну, каждый год 500 тысяч, а четыре. И получается не 500 тысяч, получается 2 миллиона. При том всем, что, понимаете, другие не платят ничего. Это что? Равные рыночные условия? Естественно, что нет. И вот, когда из засобов средств массовой информации, такие, знаете, публичные, циничные заявления и призывы, вот в отношении, вернусь, этого сорта изобеллы, доносится, что люди добрые, вы не употребляете, не пользуетесь продуктом из изобеллы, сорта винограда. Потому что он вредный, понимаете, вредный. От этого люди слепнут, понимаете, раком болеет. Понимаете, как-то мы должны, как профессионалы, реагировать на это дело и отвечать на это. Потому что если мы не будем реагировать, то все подумают, что раз мы профессионалы молчим, ничего не говорим. Значит, оно так и есть. Но на самом деле оно нет этого. То, что Владимир Михайлович упомянул. Понимаете, если предельно допустимые концентрации вредных веществ в сорте изобелла 2, 2,5-3 раза меньше, чем у тех же знаменитых европейских сортов винограда, так мы же должны называть вещи своими нами. Мы должны говорить своим людям, что нам лучше, пить сок нашим детям из сорта изобелла, который не надо опрыскивать ни один раз ядохимикатами. А достаточно бордовской жидкостью один раз обрызгать. Не надо 15 раз по площадям виноградников гонять трактора, жечь солярку, покупать ядохимикаты для того, чтобы защитить этот урожай. Так что нам лучше? Или пользоваться тем продуктом, который надо опрыскивать 15 раз ядохимикатами, соответственно, это определенный затрат. Естественно, понимаете, кто заинтересован в реализации ядохимикатов горючего и техники, они заинтересованы ни в сорте, ни в винограде. Я думаю, вы это понимаете. Потому что им надо что? Реализацию взять. А нам надо что? Экологически чистый продукт. И с понятием появления актуальности экологически чистой продукции, вот сорт изобелла, это есть очень конкурентно способный сорт винограда. А те доводы, которые привел Владимир Михайлович, они не нами придуманы. Они не нами сегодня, так сказать, озвучены. А это уже давно задекларировано в международных нормах, правилах и законах. Мы просто констатируем и очередной раз обращаем внимание средств массовой информации на то, что не все так, как пишут, не все так, как рисуют, и не все есть так, как кто-то говорит. Так что мы за оппозицию не двойных, тройных стандартов, а здравные, рыночные условия, работы и, соответственно, так сказать, деятельности. Редактор субтитров А.Семкин